Витебский областный союз наймальников намерены поширить региональное супрацовнество с промысловцами Российской Федерации. На справозначно-выборной конференции подведены выники деянности громадской организации за пять годов и окреслены задачи на будущее. Обранный состав Совета, чем он будет кироваться в своей дальнейшей работе, подчеркнула Инна Кириенкова. Областный союз наймальников, который непосредственно представляет интересы промысловцев, мая махчимость выходит с их пропоновами на урадовый узровень. А проблемы доводится выращать разные. Я не тычется и удосконаление законодательства, изменение податковой политики, уведение бизнеса. Сейчас вот большая дискуссия идет по 744-му постановлению о том, чтобы не допустить снижения заработной платы у работников. Сейчас мы пытаемся как-то решить, чтобы были подходы индивидуальные по предприятиям, чтобы не решали все агулом и чтобы люди не потеряли зарплату. А поздние пять годов были особливопленными у деятельности организации по установлению тесных совезей с промысловцами Российской Федерации. Договоры о супрацовнестве подписаны амазь с десятью регионами краинной суседки. Заключенное тройбоковое погоднение по Мешкалужской, Смоленской и Витебской областями, дозволяя вытворцам выпрацовывать новые подоходы в работе промыслового комплекса обезвих краин, удосконаливает технологию вытворчести и обменивается в опытом. Стараемся работать, стараемся вашу продукцию применять у нас на предприятии, наши технологии, наши знания применять на ваших предприятиях. Инструментальный завод ваш, нас очень сильно интересует машиностроение, пищевая промышленность, конечно, тоже. С первого студеня 2015 года запрацует новое интеграционное объединение Евразийский экономичный союз. И ее удельникам доведется працовать по новых, одинных для всех правилах. У этой совести перед вытворцами стоит непростая задача – працовать эффективно с темп, как отповедать сусветным стандартам, выпускать конкурентно-здольную продукцию за потребованную на рынку. Необходима эффективная модернизация наших предприятий. И именно эффективная, не модернизация ради того, что там один станок на другой поменял, а на этом новом оборудовании должна выпускаться продукция с более высокой добавленной стоимостью, чтобы была достойная прибыль, чтобы была возможность сегодня увеличивать работникам заработную плату, ну и зарабатывать самим деньги на свое дальнейшее развитие. Витебский областный союз наймальников за не одно десяти годин деянности на запасе и великий опыт, и шмятликие совести на межрегиональном узровне. И керуючий состав организации застався без измен еще на пять год. Инна Кириенкова, Александр Преставка, Новины, Витебск. Как полепшить транспортную ситуацию в Полоцку? Отказ на это питание обмерковывается сегодня за круглым столом, где собрались представники городской улады, громадскости и эксперты. Распрацовка плана устойливой городской мобильности стартовала в Полоцку весной. Эксперты выучают автомобильные потоки на улицах города, пассажиры потоки на всех видах громадского транспорта, анализуют ситуацию с заваренностью на дорогах. Бюджет проекта – 334 тысячи евро. 90% этой суммы складая финансование Европейского Союза. По проекту было предусмотрено обследование всех транспортных маэстралей, перекрестков, зон парковок, велосипедного движения, пешеходного движения в городе. И уже после компьютерного моделирования будут предложены варианты решения узких мест и внесены предложения в генеральный план развития города. По выходу на генеральный план можно будет внести коррективы по генплану и сделать так, чтобы город был удобен для всех жителей. Для пешеходов, для велосипедистов, для автомобилистов. Что позволит сократить выбросы вредных веществ, улучшить транспортное передвижение, ну и улучшить в целом жизнь в городе. Распрацовка плана устойливой городской мобильности завершится в конце 2016 года, а его реализация позволит повысить якость життя кожного палачанина. В плане будут уличены интересы и водителям, и пешеходам, и велосипедистам. В Витебске снова уладает стропяткая атмосфера танца. Международный фестиваль сучасной хореографии в 27 раз собрал лучших хореографов света и начинающих танцоров. 40 коллективов из 20 краин. Как трапить на витебскую сцену конкурсантам, а разом с тым и жюри, пришлось немало попрацовать. Чим с 9 – селетний АФМС и как прошло открытие, ведая Виктор Пралич. Еще за несколько дней до официального открытия фестиваля в Витебске кунулся атмосферу танца. Испанский хореограф Альваро Эстеба Лопес, который прилетел в город на 9 литерально на сутки, дал майстер-класс начинающим танцорам. Я просто хочу показать некоторые движения и показать свой стиль, хотя бы в общих чертах. Я поддерживал связь с организаторами фестиваля, я счастлив быть здесь во второй раз. Шлях до себя, такие эпиграфы, мая селетний форум. Меж иншим, это и тема, на какую треба кожному дельнику написать сочинение. Только не словами, а мовой сучасной хореографии. Как на любом конкурсе, есть отличные работы, есть посредственные. Но всегда, всегда, всегда есть изюминка какая-то. Всегда на галоконцерте мы видим, что лауреаты очень сильные и работы сильные. Я кое-что посмотрел из видеотура. Там есть интересные работы. Я думаю, что мы все здесь собрались не зря. Знакомитые хореографы, танцовщики, балетные крытоки из разных краин света, что год уносят коррективы у свой рабочий график, как середину в осени провести разом с Витебским Айфэмси. До речи, фестивалю выходить у 50-ку форум в Беларуси, якие мают статус международных. Мне подобается, что фестиваль является не только адлюстрированием всех брендов, тенденций сусветного штата. А он еще и является тем инструментом, который помогает продвинуть наших хореографов на сусветный взрыв и показать их в новокольном свете. Не глядя на то, что форум проходит в 27-й раз, публика не губляет цикавости до его, а организаторы не забывают вздевлять глядачов. До речи все лета смены закоронули умовы к конкурсу. В этом году не оценивается отдельно по номинациям хореографической миниатюры, однако на балет все произведения оцениваются вообще по 12-бальной системе от каждого члена жюри. В этом году впервые всем абсолютно участникам конкурса будут вручены дипломы за участие, потому что конкурс предварительный, отборочный был очень большой. И то, что даже они уже отобраны для участия в Витебске, это уже акт признания. Уже сегодня конкурсанты учекают первые выпробования. Показывают этот тест с представниками жюры. 49 спектаклей у хореографичных миниатюр выполнил выполнение артистов с девяти краян света. Меж иншим форумом вышел за межи Витебска, хваля Айфэмси на крейсцену Великого театра оперы и балета. В Минску пройдет вечер театра Киев Модерн Балет. Виктор Пралич, Александр Прыставка, Новины, Витебск. Витебску першуню долучился до святкования Сусветного дня дитя. С этой нагоды для памятного знака детям войны в парку партизанской славы прошел городский митинг «Я миротворец, я хромадянин», который стал своим особливым подведением вынеку городского волонтерского проекта «Журавлик». Проект мая нам эти протягнуть увагу школьника, удатых, чье детинство обпалила Великая Чинная Война. У неба над Витебском были выпущены 70 поветранных шаров с паперовыми журавами по колькости годов мирного неба над Беларуссю. В сотрудничестве с фондом мира мы стали разрабатывать такое занятие, на котором бы можно было с ребятами не просто говорить о том, что мир – это хорошо, а о том, что есть такие факты истории, которые говорят действительно о том, что детство нужно беречь, детство должно быть счастливым без военных событий. Сучасный Дед Мороз, читая не только казки, а и рэп, катается на троице и умеет стоять на роликах. В этом выполнились от члены журы областного этапа республиканского огляда конкурса «Елка-фест-2014», когда выбирали лепших Деда Мороза и Снягурку. Программа включала в Саведы филе, демонстрацию костюмов, сюжетно-ролевую программу и творчий номер. Десять пар удельников из разных районов Придзвиния демонстровали артистизм, оригинальность и умелое выкористание новогодних традиций и обрадов. Казочные персонажи мкнулись по кориджуру розными способами. Дед Мороз, прежде всего, это психолог. Вот насколько он сможет почувствовать аудиторию, насколько он сможет слиться с детьми вот в этом праздничном настроении, насколько праздник и состоится. Это раз. Во-вторых, мы оцениваем Деда Мороза за его профессионализм, за его богатый жизненный опыт, который он передает детям, ну и, конечно, за хорошее и веселое настроение. Дед Мороз у нас продвинутый в плане нанотехнологий и компьютеризации. Поэтому у нас с собой все игры на флешке. Мне кажется, тут совокупность всех качеств. Зажечь зал. Развеселить детей. И, конечно, фишка. Плавная фишка. Журы вызначило первоможцев у двух номинациях Дед Мороз и Снягурка года и Лепшая сюжетно-гульнявая программа. Лидерами стали творческие дуэты Витебского областного палаца творчества «Дятей и молоди» середние школы номер 12 Витебска и номер 16 города Полоцка. Яны и представят Витебскую область на аналогичном республиканском конкурсе 12-го Снежня в Минску. На этом поколе все. Я еще больше новин о наших наступных выпусках. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова